МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финалисты в сборе. Заключительный этап масштабного кадрового конкурса. При пожаре в Омске погибший 66-летний мужчина. Вечером 15 февраля огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме номер 4 по проспекту Космический. Тело обнаружили спасатели. Причины смерти и возгорания установят по итогам экспертиз. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Октябрьского округа. В Омске будут судить 7 человек по статье об организации проституции. Расследование уголовного дела завершено. Подсудимым также вменяют вымогательство и незаконный оборот оружия. По версии следствия, злоумышленники искали омичек, которые нуждаются в заработке. Обещали высокий доход, конфиденциальность и безопасность. Несколько девушек вовлекли в незаконный бизнес насильно. Главный организатор — 46-летний, ранее трижды судимый мужчина. Обвиняемые успели дважды совершить вымогательство с применением насилия. Женщинам угрожали, требовали процент от прибыли. Одного из клиентов избили, пытались забрать личный автомобиль. Злоумышленников задержали в день влюбленных — 14 февраля прошлого года. Следователи допросили свидетелей, изучили документы, провели обыски. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Полиция опровергла информацию об избиении омского школьника. Правоохранители проверяют версию о том, что ребенок выдумал историю ради привлечения внимания. Ранее в социальных сетях появилось сообщение о тете пострадавшего. Она рассказала, племянника поджидали одноклассники, вчетвером избили, ударили головой о трубу. По словам родственницы, у четвероклассника — рассечение лба. Медики зафиксировали побои. Полиция начала проверку. Родители якобы обидчиков уверяют, их детей на месте быть не могло. Предварительно установлено — мальчика никто не избивал. Очевидцы говорят, ребенок не заметил металлическую трубу и с разбега ударился о нее. В отделении вместе с родителями четвероклассник признался, мол, историю выдумал, хотел привлечь внимание. Мать забрала заявление. Однако родственники продолжают настаивать. Мальчик стал жертвой неприятелей. Проверка продолжается. Со школьниками работают психологи. Девятилетний мальчик упал в яму и получил ожог. О происшествии рассказали в прокуратуре. 15 февраля ребенок шел со школы. На улице Крупская из-за повреждения теплосетей вдоль дороги на газоне образовалась яма. Мальчик не заметил ее под снегом и провалился ногой. В результате получил ожог ступни. Ребенка госпитализировали в БСМП номер один. Состояние пострадавшего стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности коммунальных служб. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Сейчас на месте происшествия выставлены ограждения. Специалисты изучают трубопровод, готовят технические решения. Также определяют, какой организации принадлежат сети, чтобы исключить подобные инциденты. Омские полицейские задержали 15-летнего подростка за рулем. В ночь на 16 февраля в советском округе инспекторы ДПС обратили внимание на водителя «Жигули». Парень будто был слишком молод, чтобы садиться за руль. Правоохранители потребовали остановить машину, но та лишь поехала быстрее. Пытая скрыться, водитель неоднократно игнорировал красный сигнал светофора. Подростка задержали в районе улицы Загородная. На место пригласили мать 15-летнего парня. Она пояснила, автомобиль ее, но сын взял его без спроса. Теперь с нарушителем будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних. В Омске перестал ходить седьмой трамвай. Гаражане жалуются, что уже два дня не могут попасть на маршрут. В мэрии ситуацию объяснили. Снег завалил пути. Сейчас рабочие пытаются очистить рельсы. Выделена дополнительная техника. Завершить планируется к вечеру 16 февраля. Тогда трамвайный рейс номер 7 восстановят уже в выходные. Продолжительный снегопад сменился резким похолоданием. Вследствие чего произошло затвердевание снега и появление плотного слоя наста. Работы по очистке проводятся на проспекте Королева, улицах Орджоникидзе, Октябрьское, 24-е Северное и Челюскинцев. А также в районе остановки улица 7-я Ремесленная. Мощный снегопад помешал омским властям готовиться к паводку. С 19 ноября прошлого года по 14 февраля этого выпало 103 мм осадков. Это на 145% больше, чем обычно. Постановление с указанными данными подписал мэр Сергей Шелест. В марте ожидается меньше снега. Однако уже накопленные создают риски. Окружные администрации готовятся к возможному наводнению. Проверяют технику, составляют перечень особо опасных мест. Главная задача сейчас – вывоз снега. Для противопаводковых мероприятий собрано 37 бригад. Это 107 человек. Им предстоит бороться с последствиями подтоплений. В Омской области готовятся к выборам президента России. 17 февраля стартует масштабный проект «Информ УИК». В преддверии голосования члены участковых избирательных комиссий проведут по квартирный и по домовый обход. Цель – рассказать о мечам, о каждом кандидате, ответить на все вопросы. Участие в проекте примут почти 6000 членов УИК. Узнать так называемого обходчика легко. У него фирменный значок, устройство с приложением, специальный бейдж и брендированная сумка. Информирование будет масштабным. Охватит самые отдаленные уголки региона. Перед тем, как мы начнем адресное информирование, для того, чтобы избиратели понимали, что в этот день к ним придут на подъездах, многоквартирных домов, на досках объявлений, мы разместим информацию. В какой период времени, когда им стоит ожидать наших членов участковых избирательных комиссий, так называемых обходчиков. Обходчикам строго запрещено заходить в квартиры. Общение с избирателями только на площадке. Визиты в будни с 16 до 20 часов. Выходные с 10 до 14 часов. А мечам не понадобится предоставлять какие-либо документы. Главное – ответить на вопросы анкеты. Цель – выяснить, где будет голосовать человек – по месту регистрации или в другом регионе. Обходчик поможет составить заявление и подобрать подходящий участок. Только в этом случае нужно будет предоставить паспортные данные. Адресное информирование завершится 7 марта. Напомним, выборы главы государства с 15 по 17 марта. Избирательный бюллетень в этом году нестандартный. Немного длиннее листа А4. Это позволяет разместить информацию о кандидатах крупным шрифтом. Центр избирком зарегистрировал четырех. Владислава Даванкова от партии «Новые люди», Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова – это КПРФ и самого движенца Владимира Путина. Бессонные ночи, тысячи мыслей, жесткий тайминг. Жанне Коноплевой пришлось выкладываться по полной при написании эссе. Председатель молодежного совета Омскстата принимает участие в кадровом конкурсе «Омская область продвижения». Перед Жанной – шанс проверить свои силы и новые возможности. Она сделала все необходимое, чтобы выйти в финал. Все, кто здесь присутствуют, сами для себя уже победители. Это всегда большой опыт, и это останется в памяти на всю жизнь, участие в таком проекте. Первый этап конкурса «Омская область продвижения» стартовал в сентябре прошлого года. Организатор – региональное правительство при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего участия приняли более 8 тысяч амичей. Второй этап – написание эссе. В финал попали лишь 193 человека. Они прошли контрольное тестирование, оценочную конференцию и развивающие мероприятия. 16 февраля в Конгресс-холле – торжественная церемония открытия завершающего этапа. Наши организаторы, которые приехали специально с Москвы, и наши модераторы, они все за эти дни четко разъяснили всем участникам, и все знают, что будет, как будет, где будет. Если участник с чем-то не согласен, можно обратиться к членам наблюдательного совета. Для конкурсантов важно системное мышление, ориентация на результат, взаимодействие в команде, – поиск компромиссов, умение убеждать. Именно по этим критериям выберут победителей. И немаловажная составляющая, может быть, одна из самых важных – это активный гражданин, то есть умение, не умение, а скорее нацеленность на решение проблем в регионе, на небезразличие к тому, что происходит, а готовность активно включаться и свои силы прикладывать к решению этих задач. Одержать победу могут 45 человек. Каждый получит сертификат на 1 миллион рублей. На обучение по управленческой тематике. А также будет включен в кадровые резервы Омской области. У нас есть уже кадровые гипотезы, то есть мы думаем сегодня по ребятам. Есть кадровые перспективы, планы. Но, наверное, об этом рано говорить. Надо, чтобы прошел финал, были выявлены победители. Всех финалистов кадрового конкурса пригласили в экспертный клуб под руководством губернатора. Имена победителей назовут 18 февраля. В Омске прошел бизнес-завтрак с экспертом международного уровня. Тема – зрелое лидерство. Участники обсудили парадоксы управления, систему результатов команде. Омские предприниматели поделились трудностями, с которыми сталкиваются. В чем отличие обычного лидерства от зрелого? В каждом ли есть управленческие качества? И почему эта тема актуальна не только бизнесменам, но и родителям? Мы не упустили возможность. Пригласили в студию бизнес-тренера международного уровня Евгению Климанову. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Уборка снега, бесплатная медицина и праздничный концерт. Команда президента посетила Тарский район. Масштабный социальный проект в рамках программы «Россия – моя страна» приурочен к году семьи, объявленному Владимиром Путиным. Жители Тары смогли попасть на личный прием к профильным специалистам. Например, Алексей Прушинский выиграл грант на строительство тепличного комплекса. И теперь пришел с запросом о разрешении продлить работу. Продлили договор на строительство комплекса, потому что я пока не успеваю настроиться в связи с изменениями, значит, и погодными условиями, в общем-то, и с кредитными условиями. Волонтеры и представители Общероссийского народного фронта навестили семьи участников специальной военной операции. У многодетной матери Татьяны в Таре свой бизнес. После вуза вернулась в город и открыла ателье. Теперь находится в сложной ситуации. Муж погиб на СВО. Нельзя опускать руки. Нужно держаться. Тем более у меня трое детей. Нужно было брать себя в руки и идти дальше. Семьям участников СВО и одиноким пенсионерам помогают бойцы снежного десанта. Волонтеры, студенты и школьники очищают дворы. Приятный сюрприз для жителей Тары – праздничный концерт. Сюда приехали известные артисты Омской филармонии. На торжественной части представители Тарской и Омской администрации, депутаты законодательного собрания, члены правительства Омской области. Местных жителей наградили за заслуги, самоотверженный труд и преданность делу. Команда президента охватила уже половину районов региона. В планах продолжить работу. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Куар-код на экране.